В воздухе только сегодня и только для тебя. Каждому автору приходит рано или поздно одна крамульная мысль. Это даже не мысль, а ощущение в полной темноте стен тебе окружающих. Это сродни первым мыслям о мифической смерти в самом раннем возрасте. Я говорю о конечностях средств самовыражения с помощью языка как инструмента. Долбящего массивные пласты словесности. Ты еще не можешь дотянуться до стен, ни шкрябать ложкой по донышку. И звук никак себя не изменяет от столкновения с преградой. Но какие-то волоски твоей ауры уже улавливают слабое возмущение среды, которая становится тебе мала. Я прошу прощения. Хочу познакомить своего самого преданного читателя с восторгом, меня настигшим этим ночным часом. Итак, Анатоль, как вам живется в том будущем, в котором я вас словил за руку? Возможно, вы стали черствы, и следующие строки станут для вас микстурой свежести посреди затхлости и пустоты будущего. Возможно, вы станете разбухшим кусочком бородинского в чашке молока. И тогда Матушка Природа с удовольствием вас откушает, и вы с наслаждением опуститесь на самые глубины ее лона, растворившись на невидимые частицы темной и светлой материи. А может и нет. Whatever и never mind. Стараясь быть непоследователем, добавлю немного воды в юбе вашего сознания. Радость как-то ушла из меня и вместо записки оставила заглавное наслаждение. Да, именно его я испытывал от нахождения в весне одиннадцатого года. Стоп. Тут моя любовь к крайностям, абсурдам, противоречиям и намекам на влажные темы подсказывает, что весна-то вне моего желания проникла и была во мне. Она просочилась сквозь мое пористое человеческое тело сладкими и знойными ароматами новой жизни, зелененькой такой жизни. Если приложить немного руку мастера, можно сказать, что природа возбуждается. Да-да, именно так. Все эти соки, которые издревле восхищают самые невинные поэты, являются собой ту же суть, что и перетекание жидкости в организме фертильной женщины при виде мощного самца. С тем лишь допущением, что, к примеру, клевер, ввиду сложности опыления, не сможет опылить некий случайный комарик. Клеверу подывает только качественного маскуланистого шмеля. А наша с вами современница с удовольствием ложится под менеджера среднего звена с его скромными инвестиционными возможностями. И дело не в половой принадлежности. Манагера можно заменить на секретарку, исполняющую супружеские долговые обязанности у товарища Саах. Какого человека? Суть не изменится. Говоря о допущении, продолжу. На определенном этапе развития цивилизации природа предложила нам, безволосым и слабым обезьянам, то, от чего мы уже очень редко отказываемся. Оно дало нам силу воображения и фантазии, чтобы мы имели козырь перед тупым скотом в лесах, горах, на равнинах и шабанах. Но это святое чувство, данное нам свыше сугубо для борьбы с нечистыми, стало применяться и в постельных схватках против нас же самих. Грустно, но как-то так. Будто и не было трудов Менделя и Дарвина. Или они были, но написаны они на марсианских скрижалях неизвестным языком. А что в итоге? Что с природным допущением, трюком? К чему мы пришли после того, как я вас вводил буквально занос сорок строк к ряду, а мы попрали природные механизмы, и теперь можем иметь кого угодно и когда угодно? Что не есть гуд с точки зрения вышеупомянутых законодателей? Вот пример. Скажите, как выглядит в будущем следующая ситуация? Парень, девушка, друзья встречаются, проводят весело время, им хорошо и комфортно вместе. Это может длиться довольно долго при отсутствии сексуальных комплексов у обоих. Но стоит им остаться наедине, в тепле и рядом с ложком, то дружбе станет угрожать конец. Прежние отношения можно потерять, а новые не всегда укладываются в законы природы. Если у вас в будущем еще верят в любовь с первого взгляда, или по крайней мере есть где про это почитать, то вам будет понятна параллель между этим понятием у нас и оптимальным партнером у вас. Бац! Глазами пересеклись бум, взаимная улыбка, пив, лица, одежда, облики, почиталось что-то родное, трах, взаимный интерес со всеми вытекающим. И нет здесь особого места разговора и духовному миру, а не такие же детали. Успел за доли секунды прочитать «Моя не моя, мой не мой», занял места в первом ряду, не успел, жди следующего поезда. Судя по написанному, «Маловато про весну, потерпите. Видно, мало эпитетов собрано, мало весны пережитое. Посмотрим, чё да как, успею ли набраться впечатлений до окончания её. А нет, перенесу на следующую. Вам в вашем будущем ждать не надо, просто перелистнёте сторонку усилия мысли и опа, вы снова со мной на год постаревшим». Девятое мая 2011 года. Ночь после промежки.